Сегодня состоялось совещание губернатора края Виктора Толконского с руководителями министерства и ведомств. Как доложил глава Красноярска Тхамак Булатов, в плановом режиме идет выбор собственниками жилья новых управляющих компаний взамен четырех обанкротившихся компаний, входивших в группу Жилфонд. Ожидается, что в середине ноября этот процесс будет закончен. Министр сельского хозяйства Леонид Шурухов отметил, что уборочная компания в крае закончилась. Собрано 2 миллиона 628 тысяч тонн зерновых. И это второй в новейшей истории региона результат. Впереди в крае череда праздничных мероприятий. Например, 2 ноября в Красноярске открывается 10-я юбилейная ярмарка книжной культуры. В прошлом году ее посетили около 60 тысяч человек. Как подчеркнул Виктор Толоконский, необходимо развивать сотрудничество с фондом Прохорова и предлагать новые совместные проекты. Максимум внимания книжной ярмарки, чтобы это были не только и не столько ярмарочные и различные культурные образовательные, события, но и рабочие. Посмотрите, какие-то решения по работе бибколлектора, как мы пополняем, что закупаем и как это делаем. Может быть, тоже там обсудить из фонда. Может быть, какие-то их программы пойдут в добавление к нашей программе модернизации библиотек. Министр культуры края Елена Мироненко доложил о том, что с 3 по 5 ноября регион подключится к всероссийской акции «Ночь искусств». А 4 ноября в крае пройдет серия мероприятий, посвященных Дню народного единства. Самый масштабный праздник состоится в Красноярске на Театральной площади. Также в этот день на сотнях других площадок края будут отмечать 4 ноября. Всего пройдет больше 500 самых разных мероприятий. Это круглые столы, мастер-классы, лекции, концерты. Например, в краевой филармонии выступит омский народный хор с программой «Лучшее». В Доме офицеров пройдет круглый стол и так далее. Поэтому можно зайти на портал культура24.рф, увидеть всю программу мероприятий, выбрать для себя что-то самое интересное.